Урхо, как он прилетел. И вот они с ним, видимо, запланировали переход этот через эти горы в Грузию. Ну, как поехали сначала, прилетели в Донбай, приехали там, переночевали. А для того, чтобы прийти переход, надо же адаптироваться. И, значит, поехали на машинах в горы, на определенную высоту поднялись. Я уж не знаю, какая высота. Ну, на уровне почти того перехода, где мы должны были идти. Мы там, значит, провели сутки, ночь, и днем должны были идти уже переход этот. Ночевали в палатках, шли мы целый день. С нами была еще лошадь, которая груз везла там, ну, проявил питание. Ну, жарко было, конечно. Ну, воду пили, вот там водопады несколько прошли. Так красиво, конечно, было все это. Ну, вот, как и, наверное, так, и с Николаевичем шли. В общем, мы практически часа 4, часа 4 точно шли, если не больше. Я уже сейчас как-то не засекал, как уже в памяти все раз. Ну, шли долго. Потом спустились. Все, конечно, устали. Очень устали даже. И мы, хотя и молодые были, все равно чувствовалось, что... Ну, целый день на жаре. Жарко, солнце-то в горах, там чистое небо. Все это. И, в общем, ну... Алексей Николаевич, хотя и возраст был, ничего, нормально так чувствовал. Сейчас, конечно, с высоты своего возраста по-другому все расцениваешься. Оцениваешь его деятельность, все прочее. Тогда-то пришли молодые ребята, еще кому-то 30 не было там. Поэтому, ну, для нас он являлся вообще-то, как говорится, символом и как бы примером большим, как деятель государственного. Поскольку мы видели и других охраняемых лиц, как и что. Ну, и вольно-невольно человек же сравнивает, что и как. И вот его отношения, во-первых, к людям, к обслуживающим персоналу. Вот были где мы в командировке по стране. Он всегда вот посещали когда магазины, там где-то еще какие-то разные там предприятия. Он всегда обращался к рабочим, сотрудникам, там, продавцам. Он всегда очень уважительно и с такой теплотой, с добротой. Ну, они ему отвечали, спрашивали. И, конечно, он видел недостатки, которые были там у нас. А вот с руководителем, он, конечно, по-другому с ними так разговаривал. А вот к людям отношение было очень доброе, хорошее. Никогда никого там не, как говорится, голос или что-то не повышал. И всегда спрашивал те вот именно такие насущные вопросы. Про жизнь, как жизнь, как дела. Там не просто формально, на самом деле. Ну, он знал, конечно, обстановку в стране, естественно. Он спрашивал, кто, что, как. Поэтому там руководители все-таки должны отвечать за благосостояние людей от того ильдового района. Это вот его отличало, и мы это видели, чувствовали. Поэтому мы и работали, соответственно, так. Никогда никого нигде не отталкивали. Мы только, как же, наблюдали, руки никакие не распускали. Пускали, смотрели аккуратно, чтобы все... Потому что знали, что он будет разговаривать с людьми. Потому что всегда это ему предоставляет такую возможность. Ну, конечно, с моей стороны, должны были обеспечить безопасность в полной мере. Продолжение следует...